всех приветствую продолжаем знакомиться с интересными людьми лакуста римская травительница предположительно родом из галии считается что ее услугами пользовались императоры каллигула а также мать нейрона гриппина младшая казнена гальбе в 68 году нашей эры рассказывали что она постоянно принимала небольшие дозы еда сделавшись таким образом неуязвимой для отравления я цитирую википедию отравление в античном риме были довольно распространенным видом преступления во время принципа то количество убийств посредством отравления выросло до такой степени что было создана особая коллегия дегустаторов пищи предоставлявший свои услуги ко двору вельможам патрициям и просто богатым людям имевшим основания опасаться за свою жизнь также в это время возрождается древняя традиция прежде чем выпить предлагаемых кем-либо вино чокаться то есть держа бокалы в руках слегка ударять их один другой так чтобы вино из одного бокала выплескалась в другой точная информация о ранних годах происхождения лакуста не сохранилась неизвестно принимала ли участие она в императорских забавах уже во времена клавдия ее имя было хорошо известно в городе судя по всему она была профессиональной изготовительницей ядов оказывавшие услуги любого готового за них платить считается что она использовала своих рецептов вытяжки и настои ядовитых растений акканиты цикутты вполне вероятно что ей были известны король ядов оксид мышьяка так как калигуна приказал доставить в рим огромное количество этого вещества для своих алхимических опытов и вполне вероятно пользовался мышьяком также по прямому назначению ходили слуги что гриппина прибегла к помощи лакуста в первый раз пожелав прибрать к рукам наследие мужа пассиена криспа умершего при довольно темных обстоятельствах это никогда не было доказано и первое документально подтвержденное убийство совершенное с ее помощью это отравление клавд античные авторы несколько расходятся в деталях однако все согласны с тем что я был примешан к блюду из белых грибов особенно любимую императором лакомство лакуста приготовила по приказу императрицы быстродействующий яд однако у клавдия началась рвота испугавшись что ему удастся избежать смерти участвовавший в заговоре врач клавдия грек по имени ксенофонт вел ему в горло отравленное перо факт убийства не скрывался став полноправным императором нерон также не применил обратиться к услугам профессиональной потравительницы на сей раз жертвой стал его сводный брат британик как возможны соперники постоянной угрозы новому императору чья власть была не такая прочная косвенно в этом была виновата гриппина первая попытка отравления британика сорвалась лакуста видимо не желая рисковать приготовила недостаточно сильный или медленно действующий яд и юноша отделался расстройством желудка узнав об этом нерон пришел выступление избил женщину крича что она дала британику не яд а лекарство о дальнейшем повествует тацит отведанное рабом питье передается британику отвергнута им как чрезмерно горячие она разбавляется холодной водой с разведенным в нем ядом который мгновенно проник во все его члены так что у него разом пресеклись голос и дыхание за это преступление лакусти было даровано помилование ей подарили богатые имения и даже назначили учеников предчувствуя скорый конец нерон приказал лакусти изготовить для него мгновенно действующий яд что было исполнено но убегая из рима в попыхах и спасаясь от преследующих его претарианцев он оставил яд во дворце дальнейшее известно с помощью вольно отпущенника нерон вонзил себе меч в горло и прошептал только вот она верность эти слова относились командиру претарианской гвардии в последний момент сумевшего его настигну лишившие защиты и милости императора лакуста старалась жить как можно скромнее чтобы ничем не привлекать себе внимание но был уже поздно репутация профессиональной отравительности страх и ненависть которые питали к ней римляне подвел ее к концу после самоубийства нерона лакуста была приговорена к смерть императором гальбы вместе с фаворитами нерона гелием патробием нарциссом и другими ее провели в цепях по городу и казнили такой конец отравительницы вот так вкратце из википедии о римской отравительнице лакусти пока пока до свидания и и и и и и и и и